Приключения Дюймовочки Приключения Дюймовочки Ласточка вернулась к нам с юга. Только послушайте, как радостно она щебечет. Она расскажет вам историю про Дюймовочку. А началась она так. Однажды муравей нашел семечко. Он спешил, чтобы поскорее отнести его домой. Эй, ты, сказал жук, чего мешаешь мне отдыхать в полдень? А ну, убирайся. Семечко очень удивило жука. Да и шмель был тоже изумлен тем, что цветок закрыт в такой солнечный день. Эй, там! Открывайте! Первый раз взглянул Дюймовочка на прекрасный разноцветный лук в лучах солнца. И тут же с любопытством отправилась путешествовать. У близлежащего ручья ей постречался один странный тип. Парню лягушке понравилась Дюймовочка. Он подумал, быть я и моей женой. Дюймовочка на прекрасный разноцветный лук в лучах солнца. Лучше всего возьму-ка я ее с собой. Дюймовочка на прекрасный разноцветный лук. Кругом лишь вода. Как же, Дюймовочка, убежать от лягушки? Пожалуйста, милая рыбка, помоги мне. Будет сделано, кивнула рыбка. Ведь она терпеть не могла этого надутого парня. Как же был расстроен жених лягушка, когда Дюймовочка уклыла прочь. А рыбка радовалась. Как раз в это время майские жуки устроили маленькое празднество. Почему она все время танцует только с ним? Это же несправедливо. Ну вот, и получилась ссора. Ничего удивительного, что Дюймовочка показалась майскому жуку подходящей парой для танца. Ну, Дюймовочка не понимал, что хочет жук. А остальные злорадно смеялись. Эй, да ну тебя! К счастью, паук сплел свою сеть прямо под деревом. Это что такое? Так моя сеть испортится! Ну, на этот раз все закончилось хорошо. Так завершилась первая Дюймовочка на путешествие по миру. В один из дней наступила осень. КОНЕЦ КОНЕЦ Дюймовочка беспомощно бродила кругом. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дюймовочке понравилось жить у полевой мыши. Но она все время думала о бедной ласточке. Субтитры создавал DimaTorzok Дюймовочке ухаживал за ласточкой, и они стали лучшими друзьями. Сосед Крот пожаловал в гости. «Послушай-ка», — сказала мышь, — «а у меня для тебя есть невеста». Кроту понравилась эта идея, и он приложил все усилия, чтобы понравиться дюймовочке. Дюймовочке ухаживал за ласточкой, и они стали лучшими друзьями. Не падай духом. Вот, возьми цветок. Ах, вот оно в чем дело. Ну ничего, сейчас разберемся. Прочь отсюда, ласточка! Я тоже хочу с тобой. Отпусти меня, пожалуйста! Ласточка не забыла нежную заботу дюймовочки. И унесла ее с собой на солнечный юг. Каждый год она возвращается назад и передает нам привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова